Я предоставляю слово теперь Марии Всеволодовне для доклада, посвященного генетической структуре населения лесостепного поддония из киевского времени. Большой коллектив авторов. Мария Всеволодовна, пожалуйста. 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 Я предоставляю слово представителю Донской археологической экспедиции, которая, собственно, проводила раскопки все эти десятилетия. Спасибо большое, Мария Всеволодовна. Ну, не десятилетия, конечно. Ладно. Чуть, может быть, поменьше. Да, уважаемые коллеги, немножко слов с точки зрения археологии. Хотелось бы сказать. Вообще, тематика скифской археологии среднего поддония является классической для Института археологии. Работы в этом регионе почти беспрерывно ведутся аж с 1954 года. То есть, мы понимаем, солидный отрезок времени. И за эти годы, конечно, окоплен был огромный материал, в первую очередь, усилием именно Института археологии. Собственно, сегодня мы будем останавливаться только на курганных древностях. Курганных могильников у нас известно на Среднем Дону с киевского времени. Десять, если мы считаем Терновой и Колбин, за один могильник. Так, тогда получается одиннадцать. К настоящему моменту известно погребений V-IV века до нашей эры, преимущественно IV, более 230, которые исследованы в этих, собственно, могильниках. Большая часть из них, как я уже сказал, 90% датируется именно IV веком до нашей эры. То есть, массив исследованных материалов большой. Количество индивидов, которые мы, собственно, предполагаем по погребальному обряду, потому что, понятно, курганы почти все ограблены. И в некоторых случаях почти даже не остается антропологических материалов. Раскопки старые, в общем, приблизительно численность этого населения составляет 300-350 человек, которые из раскопанных вот этих 230, ну, чуть больше захоронений. Ну, и, собственно, к настоящему времени сложилось две концепции понимания памятников Среднего Падония этой эпохи. Первый из которых заключается в том, что это население скифоидное. Оно основывается на том, что погребальный обряд отличается. Вот погребальные конструкции как раз представлены у нас с вами слева на слайде. Типичные стоповые гробницы. Они отличаются от степных, собственно, скифских, классических, сомнению в этнической инпретации которых никто, ну, так скажем, никто не сомневается. Эти же гробницы часть исследует и видит как представители лесостепи. И, в принципе, да, эта погребальная обрядность пришла именно с лесостепного Поднепровья. Ну, а с другой стороны, материальная культура, которая представлена в правой половине слайда, мы здесь с вами видим, она имеет большие параллели и со степными памятниками, и, в принципе, безусловно, с некоторыми своими локальными особенностями, которые, в общем-то, присущи практически каждой территориальной группе. Но, тем не менее, в общем, есть два диаметрально противоположных взгляда на эти памятники, на их сущность, и в некотором роде сегодняшний доклад и вообще последние годы работы направлены на решение именно вот этого вопроса. Кто же это, к чему относить эти памятники, собственно, к лесостепным, скифоидным или к степным, скифским. Ну, собственно, дальше начинается антропологическая часть данного доклада, поэтому предоставляю слово обратно Марии Всеволодне. Спасибо большое. Итак, теперь следующий компонент исследования этой проблемы – палеонтропологический. Здесь мы приводим сведения из одной из самых обобщающих и крупных работ нашего коллеги Александра Григорьевича Козенцева о его взгляде на происхождение скифского населения. Ну, соответственно, этот взгляд основывается на данных краниологии и обобщении огромного сопоставительного материала как эпохи бронзы, так и раннего железного века. И опять же здесь мы видим вот эту самую интригу о том, что лесостепь отдельно, степь отдельно, и о том, что население лесостепи как-то можно происхождение скифского времени ассоциировать с носителями срубной культуры, а для степных скифов, собственно, скифов это не подходит, и что истоки их связаны с центрально-азиатскими памятниками. И, соответственно, следующий компонент, так, не туда пошла, вот следующий компонент, палеогенетический. У нас есть не так много больших палеогенетических работ, в основном они по митохондриальным геномам, но есть вот уже и по полногеномному анализу. И одна из последних, иллюстрация одной из последних и выдержки одной из последних вы сейчас видите на этом слайде. Почему мы решили привести эти сведения? Во-первых, потому что, обратите внимание на вот эти вот масштабные стрелки, которые изображены поперек континентов, да, и объединяют население больших временных периодов. И вот такое масштабирование и такое представление материала не всегда соотносится с потребностями истории, археологическими проблемами, поэтому вот мы должны понимать, что здесь, каков уровень знаний палеогенетики, как науки, которая очень интенсивно сейчас набирает, набирает вот эту самую базовую, базовые знания для сопоставлений. Но, с другой стороны, обращаю ваше внимание только на одно обстоятельство, значит, вот, которое и антропологами обсуждаются по поводу того, что процессы, происходящие, происходившие в эпоху бронзы, поздние бронзы, составляли тоже некоторую основу населения, которое потом и могло участвовать в миграциях. Поэтому, безусловно, очень важно проводить работу конкретную, но иметь в виду вот эти крупные фоны, ну, собственно, об этом сейчас говорил предыдущий докладчик, чтобы нам не запутаться и не принять сходство за генеалогию. Итак, переходим к нашим работам. Прежде всего, это, так сказать, методологическая основа исследования. И здесь вы видите основные этапы работы палеогенетиков. Это получение образцов, ну, для начала я просто скажу, конечно, что это все было возможно на основе той самой коллекции, которая собиралась с начала 90-х годов по результатам раскопок по Туденской, а потом Донской археологической экспедиции, поэтому я и упомянула несколько десятилетий, имея в виду экспедицию, а не юный возраст Семёна. Вот. И, пожалуй, уникальность наших материалов состоит в том, что вот в таком виде ни один из памятников Лисостепнова и Степнова, вот этого частейски общескифского мира не был изучен так подробно, потому что обычно единицы индивидов объединяются потом вот в такие большие пространства, как только что вы видели по предыдущей публикации, которая объединила огромный, скажем, материал, по-моему, там было 111 индивидов, да. Здесь мы рассматриваем, были введены, если не ошибаюсь, порядка 60 индивидов. Сегодня мы чуть меньше рассматриваем, но сопоставьте, да, 110 по огромному периоду по большой территории и вот несколько десятков по одному микрорегиону. Всё-таки это разница, и это позволяет нам более предметно обсуждать реальную ситуацию и реальные процессы смешения или изоляции или что-то там другое, выстраивание родственных связей. Прежде всего это. Вот на этой схеме вы видите, что после того, как проводится, сохранность позволяет, значит, провести полногеномное секвенирование, проведён биоинформатический анализ, но прежде чем судить о популяционных характеристиках статистических, необходимо выяснить степень родства для того, чтобы, ну, эта выборка, которую потом сравнивали со многими другими, была не деформирована, степень этого родства была как бы не оказала неправильное влияние. Но для, мне кажется, археологов, историков понятие родства очень важно в изучении памятника, потому что мы понимаем, что как бы это не случайное в популяции нет, случайно в человеческих популяциях нет случайных родственных связей, и это составляет некую основу, структуру населения. И вот к пониманию родства через реконструкцию этой структуры мы и наоборот, мы и хотели прежде всего обратиться. Ну и потом, извините, очень такое замечание по поводу материалов. Наши коллеги предпочитали, мы начинали работать в основном с зубами, но потом перешли в основном на височные кости, где в десятки раз, как правило, лучше сохранность, и особенно хорошие, наиболее сохранные материалы – это то, что сохраняется ДНК в слуховых косточках. Вот на фотографии представлены вам эти миниатюрные косточки, которые иногда сохраняются в черепах. Итак, опять же, для того, чтобы быть уверенным, что мы имеем дело с аутентичной древней ДНК, проводились специальные исследования, очень важные для того, чтобы перейти к следующему этапу, а именно выяснение замен на концах коротких цепочек ДНК, что позволяет судить о древности этой ДНК. Здесь же на этом слайде приведены характеристики самих материалов. И теперь для того, чтобы оживить, может быть, ситуацию, сразу самые последние сведения, которые касаются такого вопроса, как пигментация и цвет волос, цвет глаз. И нам всегда хочется представить, как выглядели древние люди, о которых мы пытаемся что-то понять. И вот это совсем свежие, буквально вчера полученные данные, которые позволяют ответить на очень важный вопрос, были ли среди этого населения люди с светлыми волосами и светлыми глазами. И наши коллеги доказали, да, что это было, что тот ген, который ответственен за формирование светлого цвета глаз и волос, присутствовал. Причем, не буду углубляться здесь, вы можете бы, если успеете, прочитать, но этих людей довольно много. Они выделены желтым цветом, но суть такова, что их может быть еще больше, потому что это фономические замены могут происходить, которые как бы закрывают вот эту реальность, что, короче говоря, их могло бы быть еще больше этих светлоглазых и светловолосых людей. Это очень красивая картина. Дальше мы переходим к реальности, реальности тех самых могильников, которые вот исследовались. Перед вами планы. Это могильники Колбина и Терновой-1. Могильник Колбина содержит наибольшее количество курганных насыпей, и, наверное, поэтому он, так сказать, оказывается все время в гуще всех этих событий. Значит, черным цветом отмечены те курганы, которые сейчас мы не обсуждаем, они либо раннего железного века, либо бронзового, но из них нет людей, которые мы обсуждаем. Все остальное всеми цветами красным, голубым и бежевым – это курганы, из которых были изучены останки людей, причем иногда это один человек, иногда два и даже три. И вот такими пунктирами вы видите, это те связи, которые удалось выявить палеогенетикам, и которые являются как бы свидетельством первого уровня родства. Что здесь, на что мы обращаем внимание прежде всего? На то, что есть связи как внутри могильника, так и между могильниками. То есть люди из Колбина-1 и Терновоя-1 являются непосредственными родственниками, а не только люди внутри могильника Колбина-1. Дальше. То же самое. Могильник 9С-5. Система такая же. Вот обозначена цветом те люди, которые изучены, а те курганы, которые представлены голубым цветом, они родственны друг другу. То есть, опять же, и не только внутри одного могильника, но и родственны людям из могильника Колбина. И, наконец, дальше могильник Горки, где то же самое. Красные – это изученные люди. В кургане номер 10 обнаружены родственники, которые связаны с могильником Колбина-1. Таким образом, последний из пяти курганов – это Дуровка, который расположен дальше всего от этого куста памятников. И вот здесь, как вы видите, не найдены никаких из изученных людей, не найдены никаких родственников с теми людьми из других могильников, но есть некоторый намек на общее сходство между одним представителем из Дуровки и людьми из Колбина. Теперь для одного из погребенных удалось восстановить целую сеть, которая сразу включила очень многих участников этого единства. на слайде все цвета, объясненный их смысл. И теперь тут есть шифры. ДС и ДЕВ – это просто шифры генетические. Курган-9, Курган-6 и так далее – это археологические шифры. И здесь же приведены гаплогруппы. Это то, на чем мы не останавливались, и, собственно, сейчас не собираемся останавливаться, поскольку гаплогруппы очень, как бы, характеристики общие, и появляясь в глубокой древности, они могут разбредаться на огромные территории, и при таком ювелирном индивидуальном анализе трудно что-то, как бы, вот непосредственно сказать. Только в отдельных случаях мы сегодня об этом не говорим. И, как вы видите, существуют сложные многоэтапные линии родства, как по мужской, так и по женской линии, как между людьми, которые находятся в одном могильнике, так и с людьми, которые находятся в других могильниках. Чтобы оживить эту ситуацию, я напомню просто, что тут вот... Вот это вот, да? Вот она? Да. Вот, значит, вот это вот... Некоторые люди вам уже знакомы просто по предыдущим докладам. Вот могильник... Курган 7, могильник девица. Это тот самый мужчина, в захоронении которого была найдена потрясающая серебряная пластина с сложным изображением, включая крылатую богиню. То, о чем рассказывал нам на последней конференции Валерий Иванович Гуляев, это было его заключительным докладом, и мы все очень хорошо помним это еще живо в нашей памяти. Это также замечательная вот Дев-1, это та самая в кавычках амазонка в золотом калафе из Кургана номер 9, которая, опять же, обсуждалась много-много раз благодаря своему потрясающему убору. И вы видите, что как этот человек с серебряной пластиной, так и эта дама просто пронизана родственными связями с разного уровня, как между людьми из этого могильника, так и с другими могильниками этого куста. И здесь, для того, чтобы продолжить то, как работает сочетание генетических и археологических, тонких археологических наблюдений, я опять передаю слово Семену Алексеевичу для совершающего этапа. Да, коллеги, тут, наверное, на схеме этой родства, кто кому отец, кто кому бабушка, не будем останавливаться, просто дополню, глядя на эту схему, что на самом деле эта схема родства еще очень хорошо, как выяснилось, легла на хронологию, причем самым точнейшим образом. И в данном случае, например, родство второй степени отделяется как раз примерно четвертью столетия. Ну, то есть поколенческая разница, что весьма неплохо в этом плане играет и дополняет достоверностью данные конкретно выводы и положения. Но на самом деле хотелось бы остановиться в первую очередь на таком планеграфическом и картографическом материале и отметить, что получается, вот Мария Сеудовна об этом говорила, что вот последним из исследованных могильников Дуровки родственников не оказалось. Если мы посмотрим на карту, как раз на карте цифры 10 обозначена курганный могильник Дуровка, он уже принадлежит, так скажем, территориально к водоразделу немножко другому, к водоразделу Тихой Сосны. Остальные же могильники, которые составлены все, в принципе, из родственников, привязаны к, собственно, водной артерии Потудани, непосредственно являющейся правым притоком Дона. Получается, что все вот эти три могильника, они связаны вот этими всеми родственными группами. Во-первых, ранее все-таки мы в археологическом отношении считали, что каждый конкретный курганный могильник это как раз некрополь представителей одной семьи. Оказалось, нет. Все, в принципе, могильники по этой водной артерии представляют собой могильники одной родственной группы, состоящей из нескольких семей. То есть было две-три семьи, входивших в какой-то клан, и они хоронили исключительно по течению одной реки. На левом, на правом берегу не столь важно. И, что самое интересное, это прекрасно накладывается на данные погребальной обрядности, потому что, соответственно, погребальная обрядность, если не рассматривать целиком всего населения, а посмотреть по могильникам, выделяется как раз именно микрорегион вот этого бассейна Потудани и Девицы. Вот эти курганные могильники, Мастюгина знаменитый, который копался еще в начале XX века впервые, и могильники исследованные последние десятилетия, все они немножко отличаются по погребальной обрядности от других представителей. В частности, по погребальным конструкциям. Именно здесь представлены в большей мере как раз вот эти каркасно-стобоевые гробницы. Коих, например, на севере могильниках частые курганы, знаменитых под Воронежем, практически нет вообще. Также погребальные конструкции немножко отличаются и своеобразием на территории могильников по Тихой сосне, Русская Тростянка, в первую очередь, и Дуровка. Там тоже значительно меньшая доля вот этих самых каркасно-стобоевых гробниц. Немножко другие есть черты погребальной обрядности. То есть, что мы видим? Данные генетики, данные родстве очень неплохо накладываются на данные по погребальному обряду. Мы здесь видим сложную структуру самого населения Среднего Подония. И мне кажется, что с этого момента, в общем-то, стоит рассматривать не погребальные древности с киевской эпохи Среднего Подония не целиком, а уже по конкретным локальным территориальным группам, которые, может быть, связаны еще и родственными какими-то связями. Можно говорить о наличии, ну, по крайней мере, предполагать наличие нескольких кланов населения, которые заняли определенные регионы, распределились по рекам и, соответственно, там хоронили своих сородичей. Возможно, отделяя также этими самыми курганами и, соответственно, своей территорией, маркировали как раз их границы качей. Ну, в общем-то, на этом мы, пожалуй, закончим. Если будут какие-то вопросы, уже дополним и постараемся, соответственно, пошире ответить. Спасибо большое. Большое спасибо за столь яркое выступление и интересные доклады. Пожалуйста, коллеги, если есть вопросы, я прошу задавать. Пожалуйста, Дмитрий Сергеевич. Спасибо большое. Вопрос к Марии Всеволодне. Мария Всеволодна, сейчас существует примерно, я думаю, 30, а то может быть и больше образцов ДНК скифского населения, начиная от восточных территорий, заканчивая венгерской степью, которые введены в научный оборот. Вот уже проводилось сопоставление с этими международными базами тех материалов, которые у вас есть. Спасибо большое. Значит, мы не знали, что такие вопросы будут, но, во-первых, прежде всего, значит, наш сегодняшний доклад ориентируется на, прежде всего, выяснение системы радства, но уже проделанная работа, прежде всего, она касается метаконгриальных и новых, что позволило нашим коллегам сказать, что в них отсутствует вот тот центрально-азиатский компонент. Соответственно, все аналогии, которые близкие и далекие могут быть, они только вот с этим европейским филом. Продолжение следует...